здравствуйте дорогие мои подписчики и зрители я приветствую всех на канале есть поесть сегодня в преддверии пасхи буду печь куличи да не обычные а морковные данная выпечка как и любая выпечка с морковью получается очень ароматной и с таким слегка влажным я бы даже сказала сочным мякишем на разрезе кулич также смотрится очень празднично и по-весеннему солнечно раскрошу сначала свежие дрожжи список ингредиентов я оставлю под видео добавляю 2-3 чайные ложки сахара из общего количества теплое молоко примерно 38 градусов и 3-4 столовые ложки с горкой муки тоже от общего количества и хорошо размешаю теперь все это накрою и отправлю в теплое место примерно на 25-30 минут масса должна увеличиться и как бы превратиться в пену все зависит от температуры в помещении и от активности ваших дрожжей морковь я натру на такой мелкой терке подготовлю все остальное к двум яйцам я добавляю сахар напомню что все продукты должны быть комнатной температуры добавляю ванильный сахар соль куркуму если у вас морковь насыщенного цвета то куркуму можно не добавлять из пряностей я беру кардамон и корицу где-то по пол чайной ложки что касается пряностей тут все берите по вкусу с морковью как известно хорошо сочетается кардамон корица мускатный орех имбирь и так далее поэтому вы можете взять сразу готовую смесь для пряников или для пряного печенья теперь все это размешаю добавляю тертую цедру лимона у меня примерно здесь 1 2 чайной ложки и тертую морковь размешаю тем временем у меня уже готовы дрожжи посмотрите как они выглядят такая густая масса похожая на пену и теперь отправляю это все к моркови аккуратно размешиваю добавляю муку больше половины от общего количества размешаю ну вот я уже взяла лопатку потому что венчиком стало неудобно выкладываю сюда масло оно должно быть мягким и теперь вмешиваю его в тесто потом я добавлю оставшуюся муку и продолжу замешивать тесто ну вот тесто готово оно должно в принципе остаться таким вязким и липким я руку смазала растительным маслом чтобы тесто не прилипало далее я накрою миску и оставлю тесто подходить в теплом месте примерно на час-полтора вы ориентируйтесь внешне на подъем теста так как это зависит от температуры в помещении и от активности ваших дрожжей у меня прошло полтора часа посмотрите как поднялось тесто теперь мне нужно добавить сюда сухофрукты и обмять я беру изюм и сушеную клюкву добавлю сюда немного муки размешаю можно брать абсолютно любые сухофрукты или мелкорезанные цукаты отправляю в тесто и хорошенько размешаю для удобства руку также можно смочить растительным маслом накрою и оставлю тесто еще минут на 30-40 в теплом месте морковное тесто готово и теперь я раскладываю его по формочкам ну вот у меня получилась одна форма диаметром 11 сантиметров и две формы диаметром 13 сантиметров формы я несмотря на то что они бумажные все равно смазываю маслом теперь накрою их и оставлю еще немного для расстойки и не забывайте что когда мы выкладываем тесто оно должно занимать не больше половины формы куличи поднялись теперь их можно отправлять в разогретую до 180 градусов духовку маленькому куличу будет достаточно 35-40 минут а те что побольше я буду выпекать около часа вы также ориентируйтесь на размеры куличей и на особенности вашей духовке на готовность можно проверять деревянной шпажкой выпекаю куличи я обычно в нижней половине духовки при необходимости если к концу выпечки у вас куличи сверху начали подгорать можно накрыть их фольгой куличи готовы даю немного остыть на решетке куличи я освобождаю от бумаги сделаю глазурь для этого я беру пол чайной ложки желатина заливаю водой желатин у меня быстро растворимый поэтому он быстро набухает размешаю далее добавляем воду в сахарную пудру и хорошенько размешаю нагреваю все на медленном огне постоянно помешивая и жду когда растворится сахар и смесь начнет закипать потом отправляю сюда набухший желатин размешаю сразу же пока смесь горячая взобью миксером глазурь готова взбивайте ее до такого состояния как вам нравится я оставляю ее такой жидковатой так как она застывает очень быстро а я люблю подтеки сразу же покрываю глазурью куличи можно это делать кисточкой тоже очень удобно и сразу же посыпаю украшением так как повторюсь глазурь очень быстро застывает куличи готовы даю им настояться куличи рекомендуется разрезать через шесть-восемь часов и так куличи готовы посмотрите какие они получаются красивые и аппетитные и к тому же очень ароматные что касается глазури я еще не сказала и еще то что касается глазури я не сказала что в нее можно добавить несколько капель лимонного сока или ванильный сахар сейчас я разрежу кулич чтобы показать вам какой он получается внутри вы видите глазурь практически не крошится не трескается и вот посмотрите какая красота у нас получается такой яркий солнечный праздничный кулич посмотрите какой он мягкий посмотрите какой мякиш он не сухой а такой как бы влажный обязательно приготовьте такой кулич и поделитесь своими впечатлениями в комментариях чтобы ничто не испортило вам настроение перед пасхой и выпечка получилась удачной заранее в качестве пробы испеките данные куличи и приготовьте глазурь чтобы быть уверенным в результате я специально для этого даю небольшое количество ингредиентов я благодарю всех кто оценивает мои рецепты подписывается на мой канал и пишет комментарии готовьте с удовольствием а я желаю вам удачной выпечки встретимся в следующих видео